Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор линк от компании Тикмилл и с вами я, Артур Идиатулин. Тема торгового спора между Китаем и США у нас уступила на второй план на этой неделе, так как китайский фондовый рынок у нас переключился на макроэкономическую статистику, которая вышла сегодня в понедельник, а иностранные инвесторы, они у нас ждут результата встречи Трампа и Путина, которая пройдет в Хельсинге. Президент США тщательно у нас подготавливал почву для сближения с Москвой. Он долго критиковал подход действия предыдущей администрации, направленные на обострение отношений. Исходя из его мотивов торгового и технологического превосходства США, Россия, вообще говоря, не тянет на конкурента. И поэтому как бизнесмену Трампу непонятна необходимость в этом длительном, вяло текущем противостоянии, которое еще и довольно-таки дорогостоящее с точки зрения военных расходов. Основные темы, которые будут сегодня волновать инвесторов, это, конечно же, вопрос признания Крыма, санкций, а также координирования усилий по регулированию нефтяного рынка. Рынок у нас делает ставку на смягчение санкций. Это заметно по динамике пары доллар-рубль. Доллар у нас сегодня снижается против рубля. И, конечно же, смягчение санкций у нас позволит оживить экономическую активность в России, что, в принципе, и составляет суть, основу положительных бычьих ожиданий по российской экономике сейчас. Доллар сегодня у нас уступает территорию основным оппонентам. Это видно из среднезвеченного курса доллара, который у нас откатился на целых 0,21%. Я предупреждал еще на прошлой неделе, в пятницу, о том, что вот этот рост, он вскоре сменится снижением. Я примерно ожидал, что это произойдет на уровне 95-50-96, но это началось намного все раньше, так как настроения у нас изменились, общий информационный фон у нас улучшился, тарифные угрозы у нас отступили, и поэтому у нас доллар перешел в снижение. Это логично, так как на прошлой неделе он у нас выходил победителем в борьбе против других основных валют. Нотки замедления экономического импульса в Китае и в еврозоне, согласно данным, в понедельник, они у нас сдерживают развитие оптимизма вот этого, курс на который был взят на этой неделе, и масштабное наступление на доллар. Китайский премьер Лики Цент сообщил в понедельнике на саммите ЕС, что Китай будет у нас предпринимать усилия, облегчить проникновение европейского капитала на внутренний рынок Китая, чтобы как-то сбалансировать торговлю между двумя странами. Попытка вот это скрепить тесными экономическими узами сотрудничества с ЕС, оно уже переросло в открытую заинтересованность, так как Китай у нас стремится объединиться с пострадавшими от тарифов странами, чтобы как-то смягчить будущий удар от торговой напряженности с США. Китай у нас раздает торговые преференции, в том числе ЕС, как бы приглашая их сформировать такой новый торговый блок, который будет направлен на противодействие этим агрессивной манере США восстанавливать мировую торговлю. Оценить последствия торгового противостояния позволили китайские данные по ВВП, рознице и индустриальному сектору, который, видите, вышли сегодня. Они у нас показали, что ВВП, вот этот показатель у нас замедлился, рост замедлился до 6,7% в годовом выражении, при том, что два предыдущих квартала рост у нас показывал 6,8%. Вот, поэтому это первое замедление за три квартала. Розничные продажи у нас прибавили 9% в годовом выражении, превысив ожидания. Но проблемный индустриальный сектор, который у нас переживает трудные времена из-за снижения фондового рынка, из-за падения морожей из-за тарифов, и переключения роста на потребление, то есть вот этой трансформации китайской экономики, переориентации на потребителя. Этот сектор у нас произвел всего лишь 6%, точнее, его производство величилось на 6% в годовом выражении, совершенно не оправдав прогнозов. Шанхайский композитный индекс у нас сегодня закрылся в минусе, но, как видите, начиная с 7 июля, он у нас постепенно переходит в рост, оттолкнувшийся от уровня 2700, и, как видите, обновляет минимумы, вот был, ой, максимумы, вот был один максимум, второй максимум и обновление этих максимумов. Если дальнейшее движение, мы увидим, что оно обновит этот максимум, можно будет ожидать, что на этой неделе у нас все-таки продолжится движение наверх, продолжится табыча коррекция. Конечно же, к этому еще сопутствует информационный фон. Трамп свои угрозы исчерпал, Китай у нас, отвечает, сдержанно, и потенциальный разворот США в сторону Москвы точно у нас не событие одного дня, но захватит умы инвесторов еще несколько дней, и их решение будет базироваться на отголосках каких-то дополнительных сведений, событий о том, что же принесла нам эта встреча. Это окажет поддержку основным валютам, в том числе австралийскому доллару, новозеландскому доллару, а также европейской валюте, в балансе рисков которой у нас увеличивается доля китайской экономики из-за сближения европейского блока и Китая. Доллару сегодня у нас необходимо подкрепиться позитивными изменениями в розничных продажах, чтобы сдержать давление. Месячные изменения инфляции в США у нас отстала от прогнозов, как показали данные, в четверг. Поэтому при слабых продажах, слабые продажи у нас могут вызвать сомнения в потребительских расходах и нормальной тенденции в инфляции. В прошлом месяце у нас слабые данные, поэтому отчеты у нас, возможно, подкосили доходы. Поэтому сегодняшние данные по розничным продажам, они вполне нас могут разочаровать. А для того, чтобы это сработало как полноценный медвежий триггер, есть все предпосылки. Поэтому я склоняюсь в пользу дальнейших продаж доллара сегодня и завтра. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду.